И всем-всем привет народ, большое спасибо, что подключились и вы вновь на канале Starlight И мы... 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 сегодня прощаемся с Левиафаном, ребята Мои последние мысли, моё окончательное мнение Хотя мы по большей части уже всё обговаривали в выпусках, да Где, собственно, ну я что-то говорил, а я говорил, по-моему, абсолютно в любой главе Такого не было практически никогда, да, по-моему По-моему, когда мы читали Вандерлап, я просто показывал картиночки, даже без озвучки И там как-то было прям суперуместно сделать моё финальное мнение насчёт детектива Окей, это была новелла, которую я уже читал, но не оставлял своих мыслей толком Поэтому там тоже это было уместно А здесь, в Левиафане, мы вроде как и читали, обсуждали манго-часть И в новельной части я всегда отбавлял свои мысли в конце Так что, возможно, этот выпуск получится не таким прямо уж важным Не таким прямо уж необходимым, как может показаться И может быть не таким и длинным, но я люблю болтать Я люблю, как говорится, расставлять все точки над «и» И я люблю прощаться с проектами, да, чтобы уже вот прям закончить с этим раз и навсегда Сразу напишу, напишу, сразу говорю вам, что не стесняйтесь писать под именно этим выпуском ваши какие-то объединённые мысли Касательно Левиафана в целом Касательно моей проведённой работы Касательно, ну вот, над всем вот этим делом Переводы, да или даже просто озвучки, прочтения и так далее И, ну вот, вы всё прекрасно знаете И перед тем, как мы перейдём вот прям-прям-прям к общим каким-то вещам Я выписал и ещё несколько моментов Касательно последней финальной главы Уж очень уж она была насыщенная, большая и интересная И я ещё говорю, что какие-то вещи я, скорее всего, оттуда не высказал И на самом деле вот эти вот тезисы, может быть, стоило записывать сразу Потому что сейчас немножко за недельку-то подстёрлись впечатления, получается Так вот, несколько моментов касательно её Во-первых, я реально несколько раз за главу думал, что она вот-вот должна закончиться Если бы я, допустим, просто читал и не видел, сколько там ещё осталось Я бы такой, окей, на этом спокойно могут закончить Например, на том, как Вергилий закончил давить Шейден Фрейд И на самом деле, знаете, когда вот он давил Шейден Фрейд Он же мог, как я уже и говорил, просто с ним разобраться Закрыв на это глаза как-то, да И убив его одним ударом Но он решил всё сделать по-своему Максимально хардкорно Потому что Шейден Фрейд это очень неприятная хешка Особенно если её давить неправильно И Вергилий он такой Я всё сделаю по-своему, мне наплевать на какие-то правила этого мира Ну просто гигачат невероятный Сам вот Вергилий за абсолютно вот всю историю Вот эти вот 20 глав Он абсолютно вообще по-новому раскрылся Да и раскрылся в принципе Потому что когда мы узнавали про него какие-то вещи Из Линдуса он казался просто каким-то мрачным имбо-челом Про которого мы никогда раньше не слышали Ну я по крайней мере дам Когда мы всё это дело играли Он такой подбешивал как-то свои вот эти вот поведения высокомерным Потому что мы толком-то и не понимали Я, что он из себя представляет в плане способностей тоже Да, там была сцена, где Вергилий нам помог единственный раз за всю игру В самом начале, а потом он просто сидел в автобусе и бурчал на нас Да, избивал наших грешников Просто страшно смотрел Ну и как будто бы не было, знаешь, момента За чего стоит его уважать Да, я думаю наши ребята уважают его меньше, чем боятся По крайней мере большая часть из людей То есть большая часть она реально его опасается А не думая, что блин, как нам жалко этого добряка Какой он величественный этот самый цвет или чего-то вроде того Он, блин, страшный по всем фронтам Так вот, я реально вот первый раз думал, что в моменте, когда закончилось подавление Там вот был ещё грустный момент с... Как его звали? Ланьен, да? Ланьен И вот там вот как будто бы всё Этот момент закончился Даже вот до момента с Роландом Он уходит и всё То есть на этом вполне себе глава могла закончиться Если бы это не Муны писали Если бы они, ну, не решали сделать пикфикшн под конец Второй раз после флешбека с Роландом Когда он такой говорит Ну ладно, вот Я ему не сказал, что в новом мире ты сможешь найти себя И время создать свой мир И после этого долгая пауза идёт И вот здесь вот тоже вполне себе Окей, с дополнительным подкреплением могла быть такая концовка Но нет Потом ещё была секция и с Ляпис И со внезапным врывом этих... Лимбусят И, ну, это, конечно, да Вот Ещё здесь вот парочка моментов У меня насчёт момента с Роландом прописано Что А мог ли Роланд Навсегда запомнить слова Вергилия Про то, какой он мир светлый хочет создать И вот эти вот семена в нём цвета всё-таки остались И отчасти вот эти вот какие-то моменты повлияли на его финальные решения Да или вообще, в принципе, ну, то, как он решил двигаться дальше в библиотеке Вы об этом думали? То есть, Вергилий же сказал, что из многих людей Как-то вот так вот я чувствовал, что только Роланд может понять мои слова по-настоящему И даже он это всё как будто бы примет за шутку Глубоко в сердце, он об этом вдумается Ну, вот это вот любопытный момент А, во-вторых, Стар, как обычно, продолжает интерпретировать This and this, that and that Абсолютно по-разному каждый раз, когда мы его встречаем Ну, потому что Меня не устраивает официально русско-фанатский, я не знаю, перевод, что Вот это одно, а вот то, это другое Звучит как-то супер кринжово Суть передаёт Но Какая-то, знаешь, словесная конструкция максимально Ну, бесит меня каждый раз И я каждый раз пытаюсь найти лазейку, перевести по-своему То есть, там вот был момент Может быть, это не каждый понял, что Роланд упоминал этот момент Что Не воспринимая всё это слишком серьёзно Типа This and this, that and that И Вергили такой Не понимаю, что это за фраза, что она вообще означает Ну, если то, что мне кажется верно, то эта фраза тебе максимально не подходит, что правда Потому что это вроде бы фраза Анжелихи, да? С помощью которой та тоже отмахивалась Ну, типа разделяла Мир, да? На полосы, скажем так Да и мне кажется, что Эта фраза, она буквально означает, что Ну, я не знаю, каждому своё Жизнь сложная штука, хитрая В ней так просто принимать решения не стоит Или стоит постоянно разделять какие-то моменты у себя в голове Не относиться к ним, ну, одинаково Я не знаю То есть, это вот такая фраза Которую он даже Вергилий не понял с первого раза Так что Так что да И ещё Когда Роланд вернулся к нему после гибели Анжелихи И Вергилий его заболтал Ну, что, типа Я ничего не делал Роланд сказал Лучше бы этому оказаться правдой Что ты ничего не делал Да? Первое, что приходит на ум И, скорее всего, это и есть Если подключить СПГС То Этот мир, который я хотел создать Это всего лишь мечта И Роланд такой Ох, лучше бы это была бы правда Этот мир счастья Может быть, он совсем Не имел этого в виду даже Но в его прочтении Как будто бы-то искорка вспыхивает Ещё особенно На Как-то сказать Ну, на почве вот этого Что Роланд единственный Кто может мне понять И вот этот вообще момент с Роландом Это такой пик фикшен Да и вообще то, что дальше происходит Там на самом деле момент Очень забавный Что когда показывали арт Когда сражался с Шиден Фрейдом Вергилий Как будто бы у него какая-то Из плаща рука дополнительная вылезла Это уже вообще какая-то Ненормальная штука Это магия, реально И она заблокировала Пилы Шейден Фрейда То есть у меня уже вообще Как будто бы нету сомнений Что в Вергилии он просто Получил дары от всех И может быть он один из самых Если не самый мощный челик Теперь в городе В плане цветов Потому что у него и моральные установки И в принципе жизненный опыт И физическая подготовка Жесткие Во-вторых у него есть имбовое эго Он готов просто костюмилить Ради своих убеждений И у него еще есть Кольца греха Как они там называются Син, шин И манг Вот эти вот способности По Как правильно использовать тело Может быть какие-то еще фишки Раскроются в будущем Но Вергилии Невероят Просто Как вот нам раньше Показывали мощных цветов Но Вергилии Это конечно Абсолютно другой уровень Ну хотя Может быть нам их так просто Настолько детально Не раскрывали Такое в принципе может быть Дальше Вот этот вот момент с Харон Еще раз скажу Он такой трогательный Такой твою мать печальный Когда Вергилии Вот просто уже решивший Идти вперед Осознает что Ляпис Может быть жива Или чуть позже Когда Понимая что ее можно Еще воскресить Возможно Он так искренне Готов всю свою надежду На это положить И он так искренне Обрадовался Когда увидел Ну как ему казалось Ляпис Что он Там вот такая вот фраза Меня как будто бы ударили Под дых Даже сильнее Чем я за сегодня ударов Получал Ну вот За все сражения То есть Он даже охрип От шока И Когда особенно Он потом Осознал что-то Уже не Ляпис А Харон И то что она Абсолютно себя По-другому ведет И то как она К нему тянулась При этом Ну может быть Она не то чтобы тянулась Просто это было Естественное поведение И как Вергилий просто Сжимал зубы Не давая Этому чувству Проникнуть в себя Я не знаю Мне это было так печально И такой ком в горле У меня стоял На этой арке Я про это говорил Но хочу еще раз Я за это Сказать И вот он Еще говорил Что Ну типа Свет надежды Который я принял за маяк Оказался лишь миражом Мне это напомнило Момент Ну как напомнило Это как будто бы Метафорировало Момент у меня в голове Что это Море боли По которому плывет Корабль Лодочка Да По огромной Этой Реке лето И это Искра надежды И вообще В целом Там много было Вот этих вот Искр надежды Которые вот Появились И осколок Граната И вот Пришла Фауст Под конец И все такое прочее Вот реально То что смыло Буквально Личность Харон Это реально Как будто бы Она в реку Лету погрузилась Из подземного царства Адская вода Которая смывает Твою личность И ты Не то что Перерождаешься А теряешь себя То есть Ну все про Кануть в лето Знают выражение И вот здесь Вот ну По моему Именно по этой реке же И ну Плавает Харон Перевозя души мертвых Поэтому Это настолько символично Что Харон Чья ляпись Потеряла память И абсолютно Новое предназначение Какое это получила В качестве Адского водилы Потом Это еще один Гениальный момент То есть Ну реально Вот такие вот Гениальные сценарные вещи Которые проявляются В любом проекте Мунов Это Ну я нигде Такого не видел Чтобы оно еще было Вот настолько прописано С настолько Большим количеством Реальных отсылок Максимально крепко Сбитых моментов Которых Есть куда копаться И иногда Можно докопаться Блин До центра земли Это конечно Да И момент Кстати Когда он Ну когда Помните Он накрывал Там тело Нансуля Закрывал глаза Рекако Был момент Когда она Подошла к нему Сзади И он не заметил Как она подошла Это как будто бы И одновременно Символизирует Ну его Подсознательное Доверие К Ляпис А с другой стороны Был момент В его Вотражение Когда Ляпис Как будто бы Ему нож В спину Вставлял И он И он Всегда Понимал Что она В курсе Про то Что он сделал Раньше И Как он сказал Не сопротивлялся Если бы Такое Произошло В реальности И как будто бы Что касается Ляпис Харон Он максимально Ей Не то чтобы Даже доверяет Он Открывается Потому что он знает Что он Согрешил Перед Ней Грубо говоря И вот этот момент Что она Даже вот С босыми ногами Шлепая по полу Осталась для него Незамеченной В этот момент Когда он Именно спиной Повернулся К ней Это Интересно Да и вообще В принципе Про момент Повернулся Спиной Это есть Ну вообще-то Выражение Такое Которое Тоже в данный момент Как будто бы Неплохо ложится Если подумать Да Дальше Момент Последний С пришествием Лимбуса Тут Очень Парочка Забавных Моментов Я уже Говорил Что У меня Теперь в Хэт Каноне Понятное дело Я этого не утверждаю Но пока что В Хэт Каноне Пока Это не Изменится Как-то не Подтвердится Реально Фауст Занимает Вместо Беатричи Я помню Мои наивные Мысли Ещё До того Как мы Начали Играть В Лимбус Что я Говорил Что Харон Это Беатрича Потому что Она Типа Проводит По аду Ну Теперь Понимаю Насколько Это было Странно Но теперь Фауст Похожи На Беатричи Потому что Я Очень Давно Читал И даже Не помню Дочитывал Ли до конца Фауст Там Люди Говорят Что Фауст Попал В рай Да И Если Здесь Прямо Как Во многих Главах Идёт Такой Посфактум Словно Говоря Да Ну Посфактум Событий То Фауст Она Должна Из рая Откуда То Быть Как Ангел И Ведь Именно Божественной Комедии Ангел Беатричи Нашла Вергилия Чтобы Ну Тот Провёл Данте По Аду И Вывел Его Краю Где Та Его Примет И Ну И там Он Постепенно Станет Ну Местным Новым Айеном Который Приведёт Человечество К новому Завтра Как это Будет Интерпретировано Здесь Совершенно Непонятно Но Такое Чувство Будто В какой-то Момент Фауст Раскроется Абсолютно По-другому Когда Мы С Адом Закончим На самом деле Там Ещё Через Чистилище Надо пройти Я не помню Кто был Проводником Танки По Чистилищу И Был ли Кто-то Вообще Я не помню Это нужно Перечитывать Смотреть И В какой-то В который Раз Я Сожалею Про то Что Какие-то Книги Я вообще Не читал Какие-то Книги Читал Очень Давно И Поэтому У меня Не будет Для большинства Глав Возможности Как-то В моменте Да Сравнить Что там Сделали Муны По сравнению С Оригиналами Да А мне бы Это реально Очень хотелось Понятное дело Можно задним Числом Но Это 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 задним Числом Да Это Ну Все равно Не то То есть Вот мы Допустим Будем Смотреть Шестую Главу И Там Говорят Очень Просто Тотально Много Отсылок На Книгу А Я Не помню Даже Чтобы Нет Я читал Но Опять-таки Это было Супер Давно Я не помню Многих Просто Деталей Поэтому Ну Вот Момент Чтобы Вот прям Влиться Вот это Все Максимально Иммерсивно Как будто Бы И не будет Но Мы все равно Это будем Читать На виде Как будто Все равно Вот как будто Что-то Ну Не так Да Но Опять-таки Большая часть людей Маловероятно Что эти книги На момент Какой-то главы Прочтут И прочтут Вообще Потому что Книги Это книги Максимум Посмотрят Краткое содержание Может быть Да и то Не факт А у нас Вот здесь Вот такой Вот момент Так вот Фауст Как будто Бы В какой-то Момент Раскроется Совершенно Иначе Потому что Фауст Очень странная Она знает То что Ей не положено Знать Она из какой-то Таинственной Непонятно Откуда Выпавшей Команды Лимбуса Да Которая Просто в моменте Появилась И у нее Уже Достаточно Много Власти Каких-то Много Разных Ну Под Как-то Групп Категорий Направлений И так далее Как будто Кто это все Основал Интересно Говоря То есть Это же Не в моменте Появилось Очевидно Да И Мало того Что не в моменте Появилось И к тому же Вергилий Первый раз Про них Слышит Как будто Вы Ну Интересный Момент Вергилий Как будто Про все Должен Знать Должен Не должен Но Как минимум Должен Хотя бы Слышать Такие-то Ребята Есть Поставляется Все это Как будто Это супер Микрочеллы Даже на момент Лимбуса Про которых Никто Не знает А у них Блин Такие Команды Такие Возможности Такое Финансирование Чуть ли Не безлимитное То бишь Мы там Отроде Слышали Что Ну Вот Это было Во второй Третьей главе Что Лимбус Он вообще Любые деньги Вообще Какие угодно Дает На выполнение Миссий И для чего-то Ветки Собираются Ну Это же Не просто Так Даже Не просто Офис Какой-то Или Чего Здесь Как будто Человек Человек Которые Работают И Важности Побольше Даже Чем В ассоциациях Каких-то Будет И про них Никто Мол Не слышал Это Как будто Бы Супер Странно Да Так Не должно Быть Вот И я раньше Думал Что как будто Бы Ну Вот Когда Еще Ну Вот Это Вот Была Неханоичная Уже Концовка С Гелетовой Слезой Что На Тринадцатую Ассоциацию Хочет Создать Которая Будет Работать С Дисторшенами И так Далее Но Сейчас Такое Чувство Будто Б Вергилий Ну Очевидно По Отношениях С Йори Непонятно Где там Что Он И теперь Находится Но Тогда Кто Стоит За Лимбусом Это Прям Огромный Огромный Вопрос Вот И говорю У меня Вот Реально Идет Складывание Такого Очущения Что Там Вот Какие-то Местные Райские Движения Я вообще Представить Не могу Рая В мире Мунов Но Он же Должен Быть В какой-то момент И ведь Есть же Ребята Типа Дэмиана Не знаю С ним Кто-то Еще Должен Быть Судя По Интро Кто Это Вообще Откуда Это Представители Вообще Какой Стороны Почему У них Такие Силы И так Далее Это Как будто Бы Ну Тоже Очень Интересно Будет Узнать Вот И Даже Забавная Параллель Что Вместе Там С Фауст Пришла Команда LCA Может Быть Когда Нибудь Нам Про Нее Расскажут Даже Про Аббревиатуру Расскажут Но Выглядят Они Как Спецназовцы Какие-то Да Которые Реально На какой-то Зеленый Рассвет Похожи Или Чего-то Вроде Того И У меня Здесь Пришла СПГС На Забавные Аналоги А что Если Это Лимбус Компани Какие-нибудь Энджел Ангелы Компании Лимбус Да Звучит Как бы Страна Кринжова Но Как бы Знаете Параллеля Фауст С Беатричи С Ангельской Уже Как будто Б Знаешь Не До Смеха Хотя Это Может Быть Какой-нибудь Авторит Либо Чего-то Вроде Того Но Учитывая Может Ну Может Быть Это Какое-то Локальное Название Спецназа Ну Кто Да Не Ангелы Ж В Настоящей Форме Хотя Опять Ж Среди Аномалий Есть Там Этот Исарь Небесного Правосудия И там Еще Есть По-моему Трон Небесного Командующего То бишь Какие-то Небесные Отсылки Как будто Бы Тоже Присутствуют В этом Всем Но И опять же Там Белые Ночи Всякие И так Далее Это Ангельские Вещи С Божественными Отсылками И так Далее Это Прям Реально Интересно Да И вообще Знаете Еще Ни про Какие Отклонения Искажения Дисторшены И так далее Ничего Не знали Он Уже Тогда Когда Еще До Того Когда Все Стало Мейнстримом Уже Юзал Айдишки По факту Потому Что Вот Эти Всякие Авель Адам Авраам Да Даже Икс Это Все Отголу Ну Типа Айдишки Его Ну Грубо Говоря Может Тогда Уже Были Какие-то Мысли Умунов Просто Когда Выходил Видик По Айну Который Отражал 50-й День Вот Ну Именно В видосной Форме Там Когда Показывались Отражения Айна Они Все Были В осколках И потом Как зеркало Оно Было Разбито Вообще Вдумайтесь Насчет Этого Момента Вот Еще Здесь У меня Написано Забавный Мем Что Стар Прямо Как Вергили Идет Своим Путем Блин Да В каком темпе Идет И так далее Это просто Максимально Терновым И при этом Своим Путем Он идет Так что Это что Это получается Стар Айдишка Вергилия Какая-нибудь Из реального Мира Не верю Не верю Проверим Лет в 40-45 Буду ли я на него Похож Когда буду Смотреть в зеркало Это просто Мем Такой Честно говоря Ну и Вообще За название Новеллы Если поговорить Левиафан До сих пор Мне это реально Очень напоминает Какие-то связи С Моби Диком Из-за того Что величественные Нелюдимые Левиафаны Которые Растекают Моря Как будто Моря Этой жизни И А это Большие Существа Большие Которые Идут Своим Путем Да Которые Там Ну ладно Не буду говорить Поворачиваясь Пять морские Пути Но Пользуются Такими Морскими Проплывами И Насколько Дурной Славой Или Величественной Славой Как никакие Другие Существа Морей И здесь Как будто бы Реально Отсылка На Вергилиян Да и вообще Знаете Момент Что стоит Читать Или смотреть Раньше На что Отсылки Что это Персонажи И так Далее А с Другой Стороны Да Было бы Больше Еще Больше Был бы Вау Моментов Если бы Мы Сначала Прочитали Левиафан И было бы Сразу У нас Понимание За Вергилия За Харон За Фауст За Лимбус За Какого Нибудь Там Губа За Коридоры За Отклонения За Вот эти Отражения За Ну вот Лимбуса Но как будто Я даже Не знаю Я даже Не знаю Что бы Я порекомендовал Первым Почекать Я думаю Это чисто От человека Зависит И Правильного Ответа На это Просто Нет Да Что Выбрать Первым Так что Не знаю Пишите ваши Мысли Ваши Вариации Мы потом Если что Как нибудь Обсудим Ну и Я Все сказал Мне Очень Понравилось Это Произведение Больше Подравилась Разумеется Навельная Часть Да Как бы Самый Пик фикшен Был В моменте Когда Который Не переводили Даже на Английский Который Мне приходилось Переводить Самому Но это Было Так Геморно Так Ну то есть Нет Это Было Не сложно Но На это Нужно Было Потратить Какое-то Количество Времени Все равно Я сейчас Чувствую Такую Легкость Свободу Что я Просто Надиктовываю Свои Мысли Глубже Это все Описывается Хоть немного Душновато Моментами Но и Самое важное Это Мысли То что Происходит В голове Потому что В манге Столько ты На кадрах Не напишешь Если напишешь То так толком То и не принято Писать Блин Вот Ну и До этого До того как Мы перешли В новеллу Я не так Хорошо чувствовал Связь С историей И с персонажами Все казалось Каким-то Немного сумбурным Но потом Вот казалось бы Там вот меньше Половины глав Осталось И после этого История Дала по газам В общем Пишите Что вам Понравилось Какая часть Больше Какие-то Общие мысли За Оливиафан Да и вообще За мой перевод В принципе Как он вам Пришелся По вкусу Глав Который Переводил я Глав Который Я просто читал И потом давал Свои мысли Да и вообще В принципе Насчет того Каково Было Вам В принципе Проведенное Время При Самостоятельном Чтении Хам-хам-пан-пану Может быть Когда-нибудь Выйдет Какой-нибудь Ну не знаю Общепрожмуновский Видос И всякие там Будут Пионеи Всякие вот Прям Детальные Детали И так далее Таким Каким-нибудь Большим Видиком Допустим Все может быть Вы В принципе Можете Предлагать Накидывать К нам В дискорд И может быть Когда-нибудь Я это реально Сделаю То чувство Когда сказал Что этот Видик Получится Мелким А это Получились Самые большие Мысли И рассуждения Среди всех Трех Сайт Проектов Мунов То есть Вандерлаб Детектив И вот это Вот Ну и Спасибо Что Левиафан Получил Финал Блин А не как Затективом Получилось Детектив Я просто Я буду Максимально Максимально Постоянно Его вспоминать Муны Постоянно Говоря Говоря Говорят Что Да вот Когда Левиафан Закончим На Подледордечка В четверг Мы сделаем Игру по нему До сих пор Не понимаю Во-первых Хрен знает Когда они Закончат Левиафан Да Ну Учитывая То что Еще Ад Должен Закончиться А потом Еще и Чистилище И рай Я говорю Году к 30 Может посмотрим А во-вторых Если там Планируется Заполнить Тот момент Который С того момента Который Ну помните На котором Оборвалась История То я думаю С тем же Успехом Можно было Не париться И джиху Ну просто Хоть и супер редко Но выпускать Главы И рано или поздно Их доделать Просто За все эти года Чем Кормить завтраками Обещаниями И типа Да Можно сделать игру Но Сделать игру Чисто чтобы Добить Финал истории Это как-то Странно То есть Еще раз Это чисто Мое мнение Что нужно было Добить сразу Финал истории А если делать игру По персонажам Детектива Это уже Что-то свежее А не что-то Что в 30-м году Чему уже лет 10 Ну будет Ну я не знаю Это чисто Мое МХО личное Понятное дело Что у фаната Мунов Любой контент Качественный Будет нормальный Но блин Как-то Как-то странно Как будто бы Получается Но Ладно Это не тема Данного видика Я просто Это такой Подкастный Ребят формат Ну как это обычно Бывает у меня На финальных мыслях И мнениях Ну и я думаю Все Я думаю Хватит болтать Оставлю На ваш суд На ваши комментарии Оставшиеся Ну и Скажу еще Огромное вам Спасибо за то Что были здесь И остаетесь здесь На канале Смотрите видики Залетаете Общаетесь Там где угодно В мастер-мах Там в дискорде Где-то еще Наша История Продолжается Не только Странствование По пути Мунов Но и В целом Движение нашего Канала Нашего Сообщества И так далее В общем Здорово Было реально Круто Ну а Если Этот выпуск Вам зашел Да и все В принципе Продвижение По левиафану Мысли Рассуждения И так далее Влепите Лайк Что ли За Да и мои Труды И За то Что мы Нагнали Да За то Что Был такой Момент Ретроспективе Может быть Для кого-то Кто это читал В актуале Кто-то может быть Впервые Читал Левиафан Левиафан Вместе С нами Или Как-то Восполнял По нему Знания Получал Ну Более Какой-то Конкретный Перевод Насчет Каких-то Вещей Я Трудился Над многими Моментами В плане Того Чтобы Звук Музыку Какую-нибудь Поставить Подходящую Моменту И так далее Чтобы Углубить Моменты И я Надеюсь Что все Это Дело Было Тему Вот Только Приумножало Атмосферность Какие вы дела Да Как обычно Ставьте Колокольчики Там Подписывайтесь Проверяйте Уведы Чтобы все Было нормально Вот Пишите Комментарии Вот это Все Вы уже Знаете Ставьте Ну Это понятно Ставьте Пишите Это все Да Залетайте На стримы Или смотрите Записи Трансляции И Все необходимые Силочки На Соцсети Или на Поддержку Канала В описании Под видео В шапке Канала Или в Описании Канала Те кто Уже Поддерживают Ребята Огромное Вам спасибо Просто Люблю Сердечек Сердечек Накидываю Ну а Те кто Нет Залетите На буси Посмотрите Что там Есть Можете Можете Скинуть На чай Да На чай На кофе Может быть На пачку Печенек За Очередной Законченный Проект Можем это Отпраздновать Ребята Да Ну и Увидимся В будущем Где бы Это будущее Не наступило Да Где бы Часики Не затикали Но у нас Из муновских Еще раз говорю Проектов Только Лимбус Но там Еще есть Многое Чего Можно Посмотреть Так что Увидимся Ребята Я надеюсь Что у вас Все Прекрасно Все Здорово И Пока Пока Корректор А.Егорова